Акция проходит уже в пятый раз. Причём внести свой вклад каждый желающий мог и на торжественной церемонии закрытия, которая прошла во Дворце культуры «Энергомаш». В фойе была развернута ярмарка поделок, изготовленных белгородскими школьниками и студентами. Воспитанники Дворца детского творчества участвуют в акции не впервые. Специально для ярмарки сделали мягкие игрушки. Всё, что вот сшито, видите, это всё сшито детскими ручками. И воспитываем в детях человеколюбие, желание помочь. А как мы можем помочь? Только тем, что мы можем сделать своими руками, поскольку мы ещё маленькие. Вот так мы настраиваем своих детей. И они с радостью участвуют во всех акциях. Вот буквально сейчас более десятка игрушек у нас просто купили быстро, в течение 10 минут. Средства на лечение детей собирали все жители области. В течение всего месяца у нас проходили благотворительные ярмарки, благотворительные концерты. На предприятиях города стояли ящики с символикой акции, для сбора средств. Также состоялся благотворительный аукцион, на котором были представлены картины наших белгородских художников, и где каждый желающий их мог приобрести. Самых активных наградили на сцене благодарственными письмами. Милосердие, которое проявили все благотворители, неважно, какую сумму они пожертвовали, это главный показатель нравственного состояния общества, отметил глава региона Евгений Савченко. Наверное, это показатель его устойчивости. Милосердие цементирует наше общество, сплачивает наше общество. Когда одни люди, которые имеют возможность помогать, они помогают тем, кто ждет помощи. А что может быть более благородным, чем помощь детям? Всего в этом году удалось собрать 4 миллиона рублей. Они будут направлены на помощь 12 маленьким белгородцам, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Самому младшему из них один год. Наталья Александрова, Евгений Титов, новости Мира Белогорья. Акция проходит уже в пятый раз. Причем внести свой вклад каждый желающий мог и на торжественной церемонии закрытия, которая прошла во Дворце культуры Наргомаш. В фойе была развернута ярмарка поделок, изготовленных белгородскими школьниками и студентами. Воспитанники Дворца детского творчества участвуют в акции не впервые. Специально для ярмарки сделали мягкие игрушки. Все, что вот сшито, видите, это все сшито детскими ручками. И воспитываем в детях человеколюбие, желание помочь. А как мы можем помочь? Только тем, что мы можем сделать своими руками, поскольку мы еще маленькие. Вот так мы настраиваем своих детей. И они с радостью участвуют во всех акциях. Вот буквально сейчас более десятка игрушек у нас просто купили быстро, в течение 10 минут. Средства на лечение детей собирали все жители области. В течение всего месяца у нас проходили благотворительные ярмарки, благотворительные концерты. На предприятиях города стояли ящики с символикой акции для сбора средств. Также состоялся благотворительный аукцион, на котором были представлены картины наших белгородских художников. И где каждый желающий их мог приобрести. Самых активных наградили на сцене благодарственными письмами. «Милосердие, которое проявили все благотворители, неважно, какую сумму они пожертвовали, это главный показатель нравственного состояния общества», отметил глава региона Евгений Савченко. «Наверное, это показатель его устойчивости. Милосердие цементирует наше общество, сплачивает наше общество. Когда одни люди, которые имеют возможность помогать, они помогают тем, кто ждёт помощи. А что может быть более благородным, чем помощь детям?» Всего в этом году удалось собрать 4 миллиона рублей. Они будут направлены на помощь 12 маленьким белгородцам, которые борются с тяжёлыми заболеваниями. Самому младшему из них один год. Наталья Александрова, Евгений Титов. Новости Мира Белогорья. Новости Мира Белогорья.